А в городе также внимание к урожаю, привезенному из южных краев, дыням и арбузом. Как показали проверки Роспотребнадзора, в этом году нарушение правил реализации бахчевых че же, что и всегда. Как правило, это продажа вне специально выделенных для этого площадок, а также нарушение санитарных норм. Санитарно-гигиеническими требованиями запрещается реализация бахчевых земли навалом. Также нельзя продавать арбузы и дыни надрезанные и частями. Продавец, который продает арбузы, должен иметь при себе личную медицинскую книжку, в которой должна быть отметка о допуске к работе, то есть медицинский осмотр и геническое обучение пройдено. Также он должен предъявлять и иметь при себе документы, подтверждающие качество безопасности арбузов и дынь. Это декларация о соответствии. По лабораторным исследованиям, за последние несколько лет мы нитраты в арбузах и ядохимикаты не обнаружили. В республику арбузы и дыни привозят из Астрахани, Волгограда и Узбекистана. За несколько суток бахчевые расходятся по торговым уличным точкам. В ходе рейда, проведенного МВД, были проверены 10 уличных торговых точек в центральном и заводском районах города. Не обошлось и без нарушений. На улице Ивана Корли предприниматель разместил палатку без согласования с администрацией Шкаралы. А на водопроводной продавец и вовсе работал без лицензии, не говоря уже о санитарной книжке. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, напоминают, что у продавца бахчевых в обязательном порядке должны быть документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта. В случае, если продавец по какой-то причине отказывается их предъявить, арбуз или дыню здесь лучше не покупать. В таких случаях необходимо сообщить в полицию по телефону 02 или по телефону доверия 68 33 33.